Всем доброго времени суток, дорогие друзья! В этом выпуске инсайдов. Samsung Galaxy Watch Active 2 выпустят в трех модификациях. Новые подробности о камере Samsung Galaxy Note 10. Apple может вернуть радужный логотип для своих гаджетов. Hangman OS появится в телевизорах Honor. И начнем мы, наверное, конечно же, с Samsung Galaxy Watch. Ожидается, что одновременно со смартфоном Samsung Galaxy Note 10 в начале августа представят сразу три модели смарт-часов Galaxy Watch. Сообщает ресурс Slash Gear. Ожидается появление LTE-версии, умных часов и двух модификаций с Bluetooth. Одна из которых выйдет в коллаборации с брендом Under Armour. Со специальным браслетом и шестимесячной подпиской на сервис MapMyRun. Все три варианта будут предлагаться в корпусах диаметром 40 и 44 мм. Ранее уже сообщалось, что Samsung Galaxy Watch будет поддерживать регистрацию кардиограмм. Но пока данная функция не имеет сертификата. Государственных регуляторов пользователи не могут получить к ней доступ. По крайней мере в США. Новые подробности о камере Samsung Galaxy Note 10. Известный инсайдер Ace Universe сообщает, что в смартфоне Samsung Galaxy Note 10 будет использована та же основная камера, что и в Galaxy S10 Plus, но с эксклюзивной функцией. Речь о тройном модуле под маркировкой S5K2L4. Новая функция описывается как очень техническая. Предположительно, инсайдер имеет в виду 3D-TOF-датчик, который уже вовсю юзают китайцы. Ожидается также, что Note 10 станет последней моделью, в котором будет использован 12-мегапиксельный сенсор с размером пикселя 1,4 мкм. Анонс обновленной линейки смартфонов Samsung Galaxy Note состоится 7 августа. Компания Apple может вернуть радужный логотип для своих гаджетов. По слухам, Apple планирует возвращение радужного логотипа, сообщает сайт MacRumors, со ссылкой на заслуживающего доверия инсайдера, в свою очередь цитирующего анонимные источники из Купертино. Впервые шестицветное яблоко появилось на корпусах i-устройств в 1977 году и использовалось вплоть до ребрендинга 1998 года. Неизвестно, каких продуктов может Redesign коснется в первую очередь. Вероятно, первыми в случае подтверждения слуха изменения коснутся компьютеров серии Mac, позднее гаджетов в линейках iPhone и iPad, включая лимитированные серии устройств. Компания Apple слухи о возможной смене логотипа не прокомментировала. Очень так знаете ли это проевропейский. Так гляди и на парады начнут собираться. Hongman OS появится в телевизорах Honor. Недавно представитель Honor подтвердил, что компания работает над выпуском телевизоров. Китайские инсайдеры сообщают, что операционная система Hongman, разрабатываемая Huawei, может быть установлена именно в этих продуктах. По данным ресурса GisChina, Hongman OS тестируется и будет представлена в ближайшие месяцы. Недавно в интервью французским СМИ глава компании сообщил, что она будет работать на широком спектре устройств, включая роутеры, планшеты, компьютеры и даже дата-центры. Дата релиза и подробные характеристики новинок Honor не объявлены.